Вот это вот общество, которое давят эти родственники, блядь, детей надо, семью, муж, идите нахуй все, какой муж, мне за 27 лет никто не сделал предложение ни разу, какой муж, какие дети, где их рожать, блядь, в съемной квартире их рожать или что, где за душой вообще не их рожают, блядь, один кот есть у меня и топлив в другом городе. Пришла к гинекологу, она говорит, Рушана, когда детей, часики-то тикают, а я че, не знаю, что ли, что часики тикают, мне что с этим сделать, я не понимаю, вообще бесит, а может быть, я не могу ребенка родить уже 10 лет, откуда она знает, че за вопросы, блядь, бестапные. Привет, знаете, наконец-то хоть до некоторых женщин начало доходить озарение, и все бы ничего, но она жалуется, да, у нее мол часики тикают, а ей предложение никто не сделал. Пересмотри это видео, и ты поймешь, почему тебе никто не сделал предложение. По-моему, все элементарно. Ладно, а как же вы знаете, вот это давление на мужчин? Не пошел в армию, все, там, ни мужик не служил, там, вообще это и прочее-прочее. Не имеешь собственной квартиры, значит, все, ты не должен там не размножаться, ни прочее-прочее-прочее. К женщинам обычно меньше спроса, но даже в таком состоянии она не смогла найти себе мужчину, да, который бы сделал ей предложение, хотя в мире уйма оленяк. И даже тут она не справилась и сидит, и жалуется, как будто это все решит ее проблему.